Да благословит вас Аллах, наш шейх, за эту встречу. Как известно, в эти времена мусульмане и без неверующих претерпевают кризис и проблемы в отношениях между собой. И в этой жизни мы испытываем затруднения и беспокойство по причине событий, которые мы наблюдаем в отношении наших детей. Как мы все видим, люди не беспокоятся и не уделяют должного внимания этим проблемам, проблемам, связанным с нашими детьми. Например, постоянное время провождения в социальных сетях, за играми, просмотром фильмов и мультфильмов. Также в эти проблемы входит нравственное и умственное разложение. И это опасное явление распространилось и коснулось не только мусульман, но и всего человечества в общем. Какое наставление вы дадите шейх по данной теме? Да воздаст вам Аллах благом. Я приветствую вас всех. Я прошу Аллаха для нас и для вас, чтобы он исправил наше потомство, чтобы сделал усладой наших очей, и чтобы сделал их имамами, за которыми будут следовать люди. Ребенок — это одна из величайших милостей Аллаха, которую он дарует своим рабам. И эту милость осознает по-настоящему лишь тот, кто ее лишен, кого Аллах не наделил ребенком. Поэтому ты видишь, как люди, которые хотят заиметь детей, отправляются во все концы земли, на запад, на восток, чтобы излечить недуг бесплодия. Просит у Аллаха исцеления. Все эти люди стремятся заиметь детей. Когда такого человека наделяют ребенком, он этому радуется. Всевышний сказал, богатство и дети — это красота мирской жизни. Когда у мусульманина рождается ребенок, то он попадает в еще большее испытание. Поскольку ребенок — это либо милость, либо наказание. Либо это дар, либо испытание. Поэтому наш Господь, Субханаву Ва Тааля, сказал, «Поистине среди ваших жен и детей есть враги вам». Иногда ребенок превращается в наказание, испытание и беду. По причине чего родитель испытывает горе и печаль. От некоторых отцов мы часто слышим, как они делают дуа против своего ребенка, желая, чтобы он погиб из-за тех сильных тягот, которые он претерпевает от этого ребенка. И родитель находится в такой ситуации, в которой вынужден либо отдать своего ребенка в полицию, либо отдать его в больницу, в которой он вкусит всю боль. Несомненно, такой ребенок — это большое испытание и великая беда. Что же касается тех, кого Аллах наделил праведными детьми и потомством, то они воистину обрели счастье, которое ощущают уже в этой мирской жизни. В Сахихе упоминается хадис, в котором пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Когда человек умирает, то все его деяния прекращаются, за исключением трех». И среди них он упомянул праведного ребенка, который делает дуа за своего родителя. Праведность ребенка — это одна из величайших милостей и даров Аллаха. Однако у этой праведности есть свои причины и средства. И тот, кто исследует эти средства и причины с целью дальнейшей их практики, делая при этом дуа, тот с дозволения Аллаха пожнет плоды и, как следствие, будет наделен этой милостью. Если же человек, наоборот, не использует эти причины, то его ребенок станет для него наказанием. И существует множество рассказов о пророках и посланниках Аллаха по этой теме. У первого посланника Нух, алейхи вассалям, один из сыновей был неверующим человеком. И Нух сказал ему, «Сынок, забирайся к нам на ковчег». Сын ответил, «Я найду для себя убежище на горе». Таким образом, его сын был неверующим, и он умер, будучи таковым. И также у других посланников Аллаха были неверующими либо жены, либо отцы и так далее. Таким образом, праведность ребенка – это одна из величайших милостей Аллаха. Поэтому в теме, которую поднял шейх Акрам, да сохранит его и всех нас Аллах, нуждаются все, так как у всех нас есть дети. Их касается все, что является плохим нравом или хорошим. Люди видят ту тяжелую ситуацию, касающуюся детей, которая является следствием социальных сетей, каналов, транслирующих различные фильмы, мультфильмы, то, что сегодня называется аниме и тому подобное. Эта ситуация является следствием того порочного, что содержится в этих вещах. Того, что портит вероубеждения, акиду, нравственность и, в общем, любую сферу – социальную, экономическую, морально-нравственную и религиозную. Все эти каналы распространяют свой яд среди молодежи мусульман. Более того, это касается не только мусульманской молодежи. Даже неверующие жалуются на падение нравов среди их молодежи. В наше время распространились среди молодежи суициды по причине влияния этих фильмов. Я слышал и видел, как один ребенок зарезал себя ножом. Другой повесился на канате. Третий спрыгнул с высоты, следуя за тем, что говорится в этих видеофильмах, конец которых – это призыв к самоубийству. А родитель об этом узнает лишь тогда, когда его ребенок уже умер по причине его халатности. Поэтому те, на ком лежит их попечение, должны бояться Аллаха в отношении своих детей. Аллах говорит, Аллах завещает вам относительно ваших детей. Пророк, саллаллаху алейхи ва салям, сказал, «Каждый из вас пастырь, и каждый из вас будет спрошен за свою паству. Поэтому ты, отец, будешь спрошен за свое дитя в судный день, будь это твой сын или дочь». В некоторых асарах передается, что в судный день ребенок возьмется за одежду своего родителя. То есть этот ребенок будет жаловаться Аллаху на своего родителя, который проявил к нему равнодушие, когда тот ошибался и грешил. Одним из проявлений неправильной любви родителя к ребенку является предоставление последнему права делать все, что он захочет. Все это порой приводит к такому плачевному состоянию, что сына или дочь мусульманина в итоге бросают религию. Кто-то из них становится атеистом, а кто-то принимает скверный нрав. Например, гомосексуализм, который был распространен среди народа пророка Лута, а есть те, кто принял порочные убеждения. В будущем мы упомянем о некоторых явлениях, которые есть в подобных видеофильмах и в чем их суть. Мы упомянем их влияние на вероубеждение, на нравственности и поведение, и в общем на общество, в котором проживает ребенок. Таким образом, вред от них колоссальный. Поэтому мы говорим, что эта тема является одной из важнейших. И каждый родитель обязан думать, каким образом спасти своего ребенка. Воистину, в спасении ребенка, спасение и благо для всего нашего общества. И это касается не только сыновей, но и дочерей. И спасение наших детей от всех этих пороков, это спасение и благо для нас и всей умы в целом. Враги стремятся испортить наших детей, поскольку последние являются основой умы и ее авангардом. И их испорченность влечет за собой испорченность умы. Если поколение будет испорчено и будет возвращено на основе плохих нравов, тогда в них исчезнет ревность, дружба и непричастность, которая зиждется на любви к Аллаху и ненависти к его врагам. И в этой теме есть много пунктов, которые мы постепенно разберем. Мы должны обратить особое внимание на этот вопрос, чтобы спастись самим и спасти наших детей.